То, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилье. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. Исследуют святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной доик бешеный Саул. Они разведали, что им я мёд акриды. А штаб квартиры избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошёл. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд. Следы. Считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. Отлично. Красава. Ты с Барнаула, что ли? Да. А вот я на корабле плыву. И я с Барнаула, представляешь? Ну вот смотрите, Барнаула. А я на корабле служил в морфлоте и работаю на корабле. Ну, корабль бывает так, волна бьёт, а уже температура минусовая. И один борт льдом обрастает, обрастает, и ничего нельзя сделать. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Смятение росло. Но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасть и виден плавник. Как туша убитого кем-то в финвалах, корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чём бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе. На вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха. Проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха. И брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пущина, А рот поперхнётся волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной Других я увлёк за собой. Нормально. Я тоже стих знаю. Знаю, давай. Слушай. Других не зли, и сам не злись. Мы гости в этом мире бренном. Зло излучённое тобой. Тебе вернётся непременно. А? Так это всё? Да. А вот у меня стихотворение. Святая Русь. Когда была святая, скажи ты дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали всё от севера до юга, До порта Артура, оспу островов. Всё подгребли, самым тайгу и в югу. И расплодили нехристей воров. Кто хуже нас сокровища земные Транжирит, жжёт и рубит по вине? По весне мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, А Близове смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, Там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом, водное в крови. Тернистый путь. И вход уж очень узкий. Тогда, исполнив веренную нам Не Русь святая, а герои веры, В народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы Ехимеры. О, отлично, отлично. Так, ну ладно, полетел я. Как завеличать-то тебя? Если хотите встретиться ещё, Два слова запишите. Записываю. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Лапкин, да. И вы по скайпу ко мне выйдете, Я скину вам огромные наши ресурсы. Игнатий Лапкин. У меня Ютуб, на нём наших 17300 роликов. Всё, записал. Вот, Игнатий Лапкин. А теперь, если Ютуб сейчас канал, Сразу попробуйте канал. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И вы сразу откроете его. Так, минуту. Канал во свете Библии. Так. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вот, подписаться. Всё. Так, сколько там... Ого, себе 17 тысяч... Что-то видео. 17 тысяч 422 видео. Да. 43 тысячи подписчиков. И 43 миллиона просмотров. Сильно, сильно. Так мы не просто какие-то игры-то. Дело в том, что мы строим православную деревню с нуля. В Мамонтовском районе. У нас первый разговор с поселенцами ведём. Если докажешь, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Я в краевой администрации здесь сказал. Она говорит, так у нас тут ни одного такого нет. Статистика, говорит, врет. Вот, женщины, говорит, матерятся, мужчины все курят. А чай, если не курит, не пьёт и ничего? Ну, мы подразговариваем с ним. И вы селяете его? Да, конечно. Мы первым делом получили статус. Тогда был Суриков здесь. За его подписью. Деревня наша 20 лет как исчезла. И мы... У нас в семье было много. Мы два брата вернулись. Брат у меня священником. Мы построили первым делом храм. Школа государственная. Там все зарегистрировано в отделе юстиции. К нам приезжает митрополит Алтайский Сергий. Служит со священниками. Сами строим дороги. Сами за свой счет. Шесть прудов возобновили. А это деньги ужасные. Вот на платформе привезти бульдозер. Сто пятьдесят километров. Туда сто пятьдесят тысяч на кон. Охренеть! Я говорю, дороги, дороги. Меньше ста метров. Только щебень насыпать. Двести тридцать две тысячи отдали. Понятно? И поэтому у нас один фермер. У него немного земли. Четыреста тридцать гектар. Нынче второй склад. Зерносклад построил. Там на семьсот двадцать метров. Угу. Вот так. К нам приезжают представители власти. Ну, такие мы приглашаем и прокуроров, и депутаты. Все приезжали у нас. Тут был Куфаев такой по земельному вопросу. А он был когда-то первый секретарь Мамонтовского района. Ага. КПСС. И главное, ну как, вам же, понимаете, вот у нас в районе, в Алтайском крае четыреста сел исчезло. Ну вот возьмите там, где заброшенный асфальт. А мы-то пришли, там ничего нету. Как помочь? А мы говорим, самая главная помощь, не мешайтесь, не путайтесь под ногами. Он говорит, это я вам обещаю. И когда приехал, а у нас все стоят тут, ну понятно, что. Так а уже-то есть какой-то прогресс? Уже-то много уже там построено? Дело не в многом. Дело в том, что даже которые поселялись, некоторые уезжают. Он внезапно запил. Мы проводим все брони. А один приехал. Его как бы, ну... Это надо соблюдать. Нет, а кто вот забил, кто вот забил его прям... Ну, вы сами как бы, типа, все, уезжай, да? Ну да, мы-то собрание собрались. Он же подписывал бумагу, что не будет пить. Зачем ты будешь? С тобой никаких дел не будет иметь. Ну, сопротивляться такого еще не было. Он понимает. Не было, выезжают, да? Да. Мужчина один приехал, у него все есть. Он говорит, ну я матерюсь. Уже принять мы не можем. У нас... Материться не можете? Никак. У нас написано при въезде в деревню, на территории деревни, курить запрещено. На территории. Ага. Можно выйти покурить, в смысле? Ну, курить, если приезжает, может быть, кто-то. Ну, когда-то они выйдут там. Я начальник детского лагеря, сам его основал, по милости божьей. И 45 лет начальник детского лагеря. Один на всю страну такой лагерь. И без помощи... Еще три года сейчас в ином формате. Это 48 лет я начальник. И тысячи детей подняли без помощи государства. Только гнобили и давили. Ни рубля не помогли. И вот мы сейчас что-то строим, все за свой счет. А как? Ну, коровы. Каждый вторник молочники приезжают. Ну, у них свои клиенты. Ага. Вот. И вот если вы желаете больше узнать, вот запишите, Игнатий Лапкин, по скайпу зайдите. Я вам все скину. Вот, допустим, сайт наш. Это через гугл сайт. Там мои 38 книг, которые вышли. Там как я вел занятия. Ну, на канал я даже подписался. Да. Я тут вел занятия одновременно в пяти институтах. Три радиопрограммы регулярно. Меня коммунисты ненавидели ужасно. Хм-хм. Ну, я ничего не могу сделать. А когда я издал по архипелагу ГУЛАГ, меня закрыли. Я освободился только в 87-м году. Ого. И стал судиться, потому что реабилитирован в 91-м. А у меня изъяли фонотеку. Я переводческой деятельностью занимался. И 50 книг аудио насчитал. Музыкально, оформлено. Я говорю там, война. Что говорит Жуков, со Сталин. Я должен был доставать это. И похищенное у меня по государственным расценкам 11 миллиардов стоило. Теми деньгами не доминировать. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Это Господь сделал. И теперь отдавать надо, а денег-то нет. И тогда Бог, это Бог все делает. Судебного исполнителя послал. Она пришла, тогда был Баварин, Владимир Николаевич. И сказала, арестовывает все счета. Ни один бюджетник не получит ни рубля. Такая власть, я не знал. Пока не рассчитайте с Лапкиным. КГБ в стороне, а сделали ответственным городской администрацию. Как хитро сделали. И они тогда пошли уже там. Мне близкий знакомый прокурор был края. Генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Хоккейт. Близкие-близкие отношения было с Бавариным. Он приезжал ко мне. Он голубятник тоже. У меня две голубятни. И стали тогда платить-то нечем. И я сказал, можете недвижимость. Нам нужно где-то отдельную церковь строить. Мы православные, но не хотим, чтобы все продажи было, все за деньги. У нас ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Свечки никто не покупает. У нас с тарелкой не ходят. Все. Десятина все покрыла. И вот теперь, когда дали мне прямо около Аби, место красивое, центральный район, 13 соток и два здания. В одном мы сделали храм, а в другом вот я сейчас нахожусь. А это у меня этажи для гостей. Чтобы было где ночевать. Отлично. И вот если вы зайдете на наш сайт, там фильмы государственные на нас снятые. Фильм первый занял первое место на международном конкурсе. Первое. И второй фильм обо мне, Златоуст из Потеряевки, поселок Потеряевка, занял первое место в России. Документальный фильм о православии. И вы все там найдете. И там книги, которые аудио начитаны. Мои беседы с Александром Менем, священника которого зарубили в Москве. Вот так. Урачно. Это вам будет подмога во всем. Потому что материалов таких нигде в интернете нет. Вот книги. Ну книги, кому не нужны мои книги-то? А это книги, которые аналога не имеют. Я тогда узнал в библиотеках, хотя раз, что тысячу экземпляров. Каждая книга 752 страницы. Это непросто. И в каждой 64 страницы цветных фотографий на мелованной бумаге. Все сшитые, склеенных нет. То есть самое первоклассное издание. Теперь из Барнаула я созвонился с библиотеками. Ну кто же им даст? И Бог мне положил на сердце подарить. Доехали до Владивостока, порт Находка. Когда вернулись, доехали до Лиссабона, прошли страны Европы. Турция, Скандинавия, Прибалтика, Север. 650 остановок, 650 библиотек. И сделали подарок им на 35 миллионов сегодняшними деньгами. Отлично. И все снимали, все заснято. Как в шести мусульманских республиках, в Турции. Это надо видеть. Нас пугали Чечнёй, там только головы режут. А мы приехали, нас как родных братьев приняли. Мы всё выписывали. В какой стороне, что нужно. Я всё пищатал, переплёл. Я сам переплёщик, реставратор. Когда поехали, всё не так. То есть так, но с нами по-другому. Вот Польша. Это, знаете, трудно так. Это там такое, то другое. Мы подъехали, она даже не вышла, улыбнулась. Пищать, поезжайте дальше. Самые взяточники, вот дай, 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 это на Украине были. Когда ещё этих отношений-то не было. Мы прошли 120 тысяч километров. И что интересно, нас трое, шофёр, два миссионера и собака. Немецкая, ну, восточноевропейская называется. После первой поездки заграничной, а мне её дал, кинолог называется, за собаками это, тренирует. И он на выставке занял первое место по Сибири. А со второй поездки вернулись, она взяла первое место по России. Чемпион России собака стала. И мы всё это снимали. Понимаете, это надо увидеть, увидеть просто. Ну, зайду, посмотрю. Вот так. Вот если вы зайдёте по скайпу, по скайпу Игнатий Лапкин. Я вам это всё скину, все данные. У нас идёт богослужение, когда же мы молимся, беседуем. Занятия идут в интернете. Я все данные скину. Ещё Бог даст, может, встретимся. Вот, да Бог даст, встретимся. Вот так. Я вёл занятия вот 18 лет в АГТУ. Там был ректор Евстигнев Владимир Васильевич. Очень и очень хороший человек. Вот у него профессорское там заседание, а я приду ещё-то. А дверь секретарь приоткрыл, он увидит, он сразу встаёт. А полная там у него где-то комната, ну где, как назвать, даже не знаю, кабинет его. Он встанет, обнимет, поцелует. И вот так вот я преклоняюсь перед этим человеком. Вы себе, а кто такой? Это вот Бог располагает так. Я-то против него кто там? Никто. Это Бог так делает. Поэтому я испытал милости Божьи на каждый день. Вот так. Вас как звать-то? Денис. Денис? Так, подожди-ка минутку. Я сейчас посмотрю. Что-то Дениса я не знаю, не смотрел. Это вот календарь церковный. Что он означает? Какой перевод? Так. Денис. Минуточку. Д. Д. Денис. Так, это... А у меня что-то с веном, по-моему, связано. Так, подожди. Да, Нанил. Даси. А что ж такое? Не вижу. Денис. Димитрий уже пошел. Деодор. А это раньше идет буква. Даниил. Дасий. Дей. Дей. Так еще имени разве нет такого в церковном календаре-то? Есть. Почему нет у меня? А у меня самый полный календарь. Деодор. Значит... Я никогда не думал, что Дениса нету. А, вот оно. А не Денис, а Дионисий. Дионисий, да. А! Дионисий. И второе, интересно. До Дионисий много Дионисий. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Дионисий канонизировано. А перевода нету. О, как? Вот не могу ничего сказать. Видимо, не знают. А, Дионисий, это было божество у них. Да, да, это бог виноделия. Да, 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 да. Так что, если по-крупному, то у вас бы тоже имя, как Георгий, земледелец. Да. Вот у меня Игнатий означает с греческого неведомый, неизвестный. А с латинского огненный. Значит, надо соответствовать своему имени. Ну да, так-то правильно. Ну вот так. Ну что, Дионисий? Ну все, тогда до встречи, не прощаемся. Да, так что заходите по скайпу и там побеседуем. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.